ребята всем большой привет с вами так решила поздороваться сейчас так вообще буду снимать настю потому что телефон неудобно держать без штатива сейчас будем вам рассказывать новость которую мы сегодня узнали всем ребята еще раз привет общались наш знакомый наталья вчера вечером не сегодня утром это женщина которая вам рассказывали которая хочет нам не то что хочет она не может определиться она то ли в украину хочет уехать то ли остаться в германии но из-за того что ей не дается язык из-за этого они знают что и делать пособие не хватает она ну ей сколько пить и сколько или 50 я не помню работы без знания языка для нее нет но она искала говорит вообще вариантов никаких нет не знала может искала обратно говорит тоже возвращаться сейчас такая ситуация опасно и она не значит делать но в итоге она что сделала как мы раз слишком поторопилась на слишком до поторопилась и уже хозяину ту квартиру сдает уже мебель продает и потом но она не даже просто реально поторопилась она даже не уточнила на точно ли можно будет потом вернуться и жить в фургончике в этом но в этих то что там когда-то показывали там где жила еще одна наша знакомая она не уточнила можно ли там все же есть ли там места она просто ну подумала что и там есть реальные места на самом деле нет все думать что везде все открыто что нет надо все уточнять прежде чем вы куда-то хотите заселиться и вообще не понимаю почему на голову пришла мысль кто-то там что-то сказал со своих значит можно съехать там с квартиры я съеду социальное жилье или в эти каких фургончике да ну тоже считается и тут у него паника возникла сегодня мы с ней созвонились точнее она нас набрала она говорит по девочке вообще не знаю что делать в нашем городе сейчас вот эти социальные жилье вот эти все фургончики так далее закрывают но не принимают про не принимают ну и наверное будут убирать ну со временем и не принимают уже людей я говорю ну а не точнее говорить типа куда же торопилась почему ты не уточняла момент ну вот так как-то сложилось потому что сказали знакомые беженцы да они типа там живут в этих фургончик и они сказали типа не переживай всякие будут по любому есть места но надо же было уточнить там в том же джоб-центре я не знаю кто этим всем заведует но она вообще тут тупо поторопилась и все теперь она эту квартиру сдает мебель продает надеется что ей дадут кауцион и она хочет поехать к себе в одессу навестить там родственников на время нам которые по состоянию здоровья не могут выехать и планирует же обратно вернуться все-таки вернуться потому что ну реально боится свою жизнь опасно и ну как бы все это понимаете но просто зачем было сдавать квартиру и вот это вот все делать я вообще до сих пор не понимаю какую она цель преследовала я не знаю почему почему нельзя было уточнить сходить даже там джоб-центр и так далее уточни моменты они от каких-то людей сейчас я пойду скажу то я знаю ну там живут надо и люди тоже такие интересные ну типа вы хоть думаете что вы говорите типа предлагаете человеку типа съехать типа выше уточнить эти моменты человек так услышал реально доверился теперь подумал что вот съеду себе скрипте про тех кто в этом на фрониках беженцы до которые посоветовали просто на словах у меня но у нее должна быть своя голова на поняла нужно думать была сама за себя и вот это мне тоже шокировало что она все уже продала мне бездала в итоге поспит на полу спит на полу в итоге она перед этим говорит хочу вернуть обратно эту квартиру а уже все уже все хозяин и джоб-центр типа отказывать типа что ты чудишь вообще ну конечно здесь так не принято это странно немножко надо голову включать я не понимаю честно говоря зачем она вот она 30 июня по моему уезжает и как бы ну куда она будет возвращаться город наш закрыт земля у нас открыто но опять-таки социальных на жилье до сила монета у нас все что было это фургончики это их до обустроивали кстати прошлым летом их ставили но в итоге утепляли там утепляли там мало было совсем это было временно и также а наши социальные жилье она уже закрыта и все остальные там лагеря и так дальше не знала школа если раньше принимала то уже все и вот даже мы общались с нашей же соседкой который тоже пришел долг как и мне она говорит что там где мы жили уже все я же говорю там же что мы еще жила одна там женщина западной украины которая такая не буду гуляться в это все я говорю она там живет и там еще по моему одна семья была на рядне ты шоу уже давно их переселили в фургончики там уже жить нельзя ну и конечно это логично конечно что надеялись что будете постоянно там жить не за свет не платить не за шов ну а как ну да жили на социальном жилье так они сейчас их выгнали фургончики а вот они тоже вы не выгнали я в том плане что типа сказали переселили типа они сейчас тоже будут шокированы потому что сейчас и фургончики уже живут а куда будут ехать люди я не знаю скорее всего на будут вообще более их не ситуация я не думаю что они здесь станут цене я уверена сто процентов но наташа конечно конкретно протупила я до сих пор не понимаю почему нельзя было уточнить моменты сходить хоть несколько job-центра раз или кто там отвечать за это все допросись ты узнай несколько раз ходи потому что даже в job-центре могут давать разные известия один скажет одно другой то ну как бы я считаю можно было бы сходить пару раз уточнить конкретно а сейчас все закрывается и она реально не знает жить в германии или возвращаться украину под очень такую ситуацию зачем такое я не понимаю меня тоже я не понимаю таких людей реально не дается язык почему она не могла взять так называемый я повторюсь так называемый отпуск а не отпуск какой там себе представляете так называемый потому что он так и называется надо идти в центр занятости и писать заявление на получение каких-то отпускных дней там по моему 21 календарный день вот дается на я еще раз подчеркну так называемый отпуск чтобы не писали шоу а гоняют в отпуск она бы взяла бы там допустим себе эти же 20 дней за целый год если она ни разу не выезжала поехала проведала всех своих ну не вернулась и все уже ходить на курсы и сейчас у нее уже b1 по моему было на его не сдала или b2 уже даже на давно данной курсы пошла на раньше чем мы пошла намного раньше но не даются ей курсы ну ну и что теперь я думаю что по своему да но она сказала кстати да что ей центр занятости предложил плюс еще дополнительные часы и она поняла что она просто уже морально не вытерпит эти курсы кстати говоря она не одна такая мы знаем многих людей которые реально морально просто не готовы к таким курсом долгим курсом если они ничего не понимали если у них возраст уже такой но тяжело людям я это все понимаю ну надо было все таки как-то продумать это все еще не торопиться искать может как все равно нашлась бы какая-то работа на ряд вот все не могу я себе ничего найти ног искала бы в другом городе если ты находишь работу в другом городе ты не привязана к этому городу любые города большие в них есть работа по-любому сколько раз она заикалась об этой работе а на самом деле она не хочет мне так кажется думаешь не хочет не хочет моё что она туда хочет я не знаю что она хочет она реально со странностями я ее не понимаю и наверное есть большинство таких людей понимаю что тяжело нам тоже очень тяжело с немецким не спорю вообще трудно очень сильно очень сильно трудно но мы мы не знаем мы не можем там конкретно общаться но мы пытаемся будем как-то пытаться но мы только начали нас ну чтобы устраивать такие моменты не понимаем бросать жилье потом уезжать ну это несерьезно да вообще не просто так и второй человек тоже позвонил тоже сейчас шоке хотя там думала своих родственников но именно там мам папа привезти в нет вообще нигде ничего сейчас не принимает но только наша земля она принимает но опять-таки если в если вы найдете жилье там пусть в нашем городе или в соседнем городе то только тогда мы можем вас зарегистрировать и оплачивать вам это жилье и давать вам социальные выплаты вот только так они принимают а сейчас найти жилье как все знают что это вообще уже не поднялись на жилье да нереально как раз таки из-за цен потому что цены после нового года взлетели минимальная сумма которая выделяется на минимальная которая сумма которая выделяется центром занятости на квартиру она ну никак не совпадает с тем что предлагают хозяева до хозяева сейчас подняли цены нормально так германии на квартиры я знаю такие ситуации там где даже приходилось беженцам договариваться напрямую с хозяином чтобы они доплачивали ему отдельно потому что но центр занятости никак не может это оплатить потому что определенный порог суммы существует также как и квадратуры и вот получается что так да они больше на сумму чем на квадратуру обращают внимание чтобы определенная сумма была если там даже на допустим то пусть даже на квартира говорят 5-10 евро центр занятости еще может может 20-30 евро не пропустит был уже случай один да конечно или было до 20 евро выше но она вроде когда говорилось с хозяином напрямую даже надо плачевал поэтому это сейчас вообще такая ну проблема поэтому я не знаю очень жаль на нее обдумано ребят что они реально не думают головой вот так лишь бы что сделать как попало не уточнять я не понимаю я не знаю даже что такое холодно даже если она планирует но она не ну как она как она может планировать оставаться там она не может там просто не как она бы может очень бы хотела да там душой и сердцем скажем так но связи с этими всеми ситуациями действиями это вообще невозможно тем более ну здесь все спокойно она уже прожила здесь год то нормально она прожила здесь год и сейчас она просто с грубо говоря спокойной обстановке вернется туда и на наш ну она просто поймет что она сделала вообще ошибку не знаю конечно а уж вас или от параллете нам чем поможем типа она по себе в работу или со в том job-центре или где там типа что-то подсказывать я говорю сказали раз закрыта ну чем ты думал параграф до двадцать четвертого аж годом получается в принципе ну она еще может вернуться но я не знаю как это все будет вообще не знаю как это все будет да и как она вообще все дальше думаю она расскажет так что так холодно уже нас кстати сейчас этот перерыв да вообще холодно прохладно не знаю что сегодня все сколько два часа два с половиной часа так спать а тут прохладно тут не холодно вообще но так ничего нового пока что у нас не знаю что сегодня вторник да еще пару недель будем ходить на курсы потом конечно же начинаются у нас каникулы возможно будем покупать билет за 49 аэро и невозможно наверно будем да потому что мы выделим чтобы поехать ой нас то это я даже не хочу про это думать я не знаю как это будем решать как-то вместе с нами не знаю обстоятельства посмотрим у тебя кстати заканчивается это проездной вот этот вот ехать же в центре просить чтобы они либо электронное письмо им напишут что как-то так ладно ребятки мы еще сегодня с вами включимся сегодня придем домой да ребятам беженцы нас смотрят вот попадали вы в такие ситуации как вот наталья что куда вас отправляли может города другие предправляли ну просто у него безвыходной ситуации но у нас там и на чем не помочь чем мы можем помочь чем чем ничем ладно пойдем человек уже должна как-то сама решать короче все ребята все давайте всем пока всем спасибо за просмотр ставим лайк и подписка тот кто не подписан подписываемся ну и конечно же мы ждем комментарии все всем хорошего дня пока